Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, с вами Умммалик, и мы продолжаем изучение суры Аль-Фатиха. Сегодня у нас с вами урок, завершающий по первым трем аятам. До этого был урок схожий, но в связи с тем, что там была ошибка, которая, оговорка, которая, я посчитала, очень важным предотвратить ее распространение, поэтому вынуждена сделать еще одну запись предыдущего урока. Возможно, будет что-то добавлено или другое немножко, так как запись уже другая. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте, иншаллах, будем продолжать с вами изучать правила, которые касаются изучения суры Аль-Фатиха. Итак, первую тему, которую я хотела бы сегодня озвучить, это харакаты и как их измерять. Когда мы говорим про мадды или про длину маддов, мы говорим о том, что обычный мадд, мадд, лабье, он длится два хараката. И часто понимание харакат, так как харака – это как движение какое-то, буквально воспринимается как движение тела. И используется движение рук, сжимание и разжимание рук или пальцев, так, кто, как. Обычно такое описание используют для того, чтобы начинающим студентам или детям объяснить более доступно, что такое харака. Но если мы говорим уже про взрослых, я считаю, нужно сразу оговорить, что имеется на самом деле в виду, чтобы не было в дальнейшем каких-то недоразумений или не распространялась ошибка. Так как движение, сжатие, разжатие рук, они могут отличаться по своей скорости, интенсивности с произношением. Руки можно сжимать и разжимать быстро, ладошки, а читать медленным темпом или наоборот. Поэтому это не совсем соответствует правильному пониманию. Что такое один харакат? Один харакат в временном формате – это время произношения вами правильно буквы, любой буквы с любой огласовкой. Например, ба, да, буква ба с фатхой, ба. То есть время произношения, если я скажу, например, букву лям с баммой, да, лю, ба, лю, они должны одинаково звучать. То есть условно скажем один харакат. То есть харакат – это как бы такое измерение, как секунды, минуты, да, и так как оно может отличаться. Мы не можем сказать секунда, потому что это, возможно, доля секунды. Если вы читаете дольше, вернее, если вы читаете быстрее, это может уменьшиться, но опять же это там доля секунды. Если вы читаете медленно, это может увеличиться, этот харакат, да, время ее. Но опять же это короткое время, потому что вы не можете ее растянуть сильно, да, иначе это будет уже неестественное какое-то чтение, такое тягучесть, неестественное для человеческого уха и для человеческого разговора, голоса, да, то есть когда тянуть очень буквы и восприятие. Поэтому, как правило, если мы говорим про долгий харф обычный, то это два хараката, то есть время, за которое вы произносите два раза огласованный харф. Да, бэ, бэ, то есть это то же самое по длине, как бэ, бэ. Или четыре хараката, да, когда вы говорите четыре раза это, то есть это время, умноженное один харакат как бы на четыре раза. Или шесть харакатов, если это шесть раз повторить. Да, то есть вот так мы их измеряем. И не совсем верно измерять руками, да, потому что, как я вам уже сказала, оно может не соответствовать тому, что вы читаете. И вот эти буквы, они должны быть буква-согласовкой, да, везде гармонично, как в начале чтения, так и в конце чтения одинаковы. Мэдды тоже, да, если у нас мэдд два хараката, то он везде такой. Если в четыре, везде такой. Если в шесть, везде такой. Да, то есть это следует запомнить. Помним, что мы с вами завершили разбор первых трех аятов. И хотелось бы вам напомнить, да, что мы можем в конце каждого аята прочитать в два, четыре или шесть харакатов, останавливаясь в конце каждого аята. Или можно соединить эти аяты. Если мы соединяем, то, конечно, у нас будет остановка только на последний аят, на который мы останавливаемся. И тогда мы можем тоже соединить, или, вернее, мы можем тоже остановиться на два, четыре или шесть харакатов. А что такое харака, уже было сказано. В конце аята, на который мы останавливаемся. А предыдущие будут, где есть мэдд, просто в два хараката. Ни больше, ни меньше. Соединяя, мы должны соблюдать все огласовки, которые есть в конце аятов. Если здесь касра, здесь фатха, здесь, если останавливаемся, то сукун будет. Итак, попробую прочитать, остановившись в конце каждого из этих аятов, на два хараката. Это если мы останавливаемся в два хараката. Теперь попробую остановиться в четыре хараката. Бисмиллэхи ррахмани ррахим. Альхамду лиллэхи роббил ааламин. А ррахмани ррахим. То есть в конце каждого аята останавливаемся на четыре хараката. И теперь, когда шесть харакатов. И еще хотела вам напомнить, что четыре хараката более такой средний вариант, и он более используемый у чтецов, так как много есть мадда по ревайту от Хавса, которые читаются в четыре хараката, поэтому тогда легче их отработать. Если четыре везде взять и стандартно везде читать, это то, что советуют обычно. Но и другой вариант вы можете выбрать, какой вам удобен. Итак, шесть харакатов, если мы везде остановимся. Бисмиллэхи ррахмани ррахим. Альхамду лиллэхи роббил ааламин. А ррахмани ррахим. То есть мы остановились в конце каждого аята в шесть харакатов. Теперь, как я вам сказала, можно соединить все эти аяты и остановиться в конце на два, четыре или шесть. Попробую это сделать. Конечно, здесь требуется уже дыхание. Большее дыхание, потому что соединить нужно набрать хорошо воздуха, объем заполнить легких. Бисмиллэхи ррахмани ррахим. Альхамду лиллэхи роббил ааламин. Альхамду лиллэхи ррахмани ррахим. То есть это если мы читаем два хараката. Попробуем теперь остановиться на четыре хараката. Бисмиллэхи ррахмани ррахим. Альхамду лиллэхи роббил ааламин. Альхамду лиллэхи ррахмани ррахим. И последний вариант это, хотя на самом деле есть еще другие остановки. То есть вариантов остановок еще есть. Несколько. Но это уже такие более редкие случаи, которые требуют более детального объяснения, поэтому на них мы не будем сейчас останавливаться. Бисмиллэхи ррахмани ррахим. Альхамду лиллэхи роббил ааламин. Альхамду лиллэхи ррахмани ррахим. Иншалла получилось, так как требует много дыхания. И не всегда получается это сделать. Альхамду лиллэхи сейчас намного лучше. Когда я только начинала изучать Коран и чтение Корана, то дыхание мое было очень короткое, можно сказать. То есть объем легких намного меньше был. Сейчас, альхамду лиллэхи, вот долгие тренировки, вот это стало возможным. Конечно, все равно есть ограничения. То есть мы не можем весь Коран на одном дыхании прочитать. Хорошо. Итак, это все, что я хотела вам сказать. Делитесь, ставьте лайки и комментируйте. Потому что очень важна ваша обратная связь, ваши вопросы. Делитесь благими знаниями. И ваши вопросы, они вдохновляют что-то делать новое. То, что вам интересно, то, что вам полезно. Потому что, возможно, кто-то из начинающих, ему будет что-то полезное, что я упустила. Поэтому благодарю, что были со мной. С вами была Умна Алик. Подписывайтесь, делитесь, получайте пользу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.